Что касается приза «Милка» для Людмилы Алексеевой, то это, прежде всего, признание, международное признание того, что делал Людмил Михайлович на протяжении всей своей жизни. И я даже затрудняюсь сказать о том, какое политическое значение это имеет, потому что, по большому счету, Людмила Михайловича всю жизнь защищала права человека. Она была правозащитницей и остается правозащитницей, несмотря на свой возраст. И главный принцип правозащиты – это быть вне политики, потому что правозащитники защищают права человека не ради каких-то политических интересов, не стремясь достичь каких-то политических целей, а они делают это, потому что так видит их совесть. Совесть является для права человека, для правозащитников главным мотивом, главным двигателем. И значение премии, любой премии, которую обращают правозащитнику, заключается в том, что мир признает, что соображение совести, зов совести, который заставляет людей защищать права человека, важнее любых политических интересов. И это самое главное. Что касается защиты прав и свободы, и свободной инфициаций в Чечне, то мы не можем об этом говорить вообще. Вообще нельзя сравнивать то общество, то власть, которая существует в Италии, и то общество, которое существует в Чечне. Чечня – это Северная Корея на территории Российской Федерации, или нацистская Германия в Европе 70 лет назад. Я не преувеличиваю сейчас, так и есть. Почему? Потому что это территория, на которой не действуют даже российские законы. Это территория, на которой единственным источником права является личная воля одного человека, Ронсана Кадырова. И, конечно, это территория, на которой все остальные находятся под постоянным прессингом, под постоянным страхом репрессий, страхом террора. Это территория, где каждого человека в любой момент могут забрать, отвезти в тюрьму и там пытать любого. И для этого не нужно никаких ордеров, для этого вообще ничего не нужно. Конечно, в таких условиях говорить о политической свободе и политическом и общественном самовыражении невозможно. Для начала людей нужно избавить от террора, в котором они находятся. Ну, во-первых, пресс-секрет Кадырова господин Каримов сказал, что, во-первых, геев в Чечне нет, во-вторых, если бы даже они были, их родственники отправили бы их туда, откуда не возвращаются. Это вот его прямая цитата. То есть он сказал о том, что родственники могут их убить. И чеченские власти, по сути дела, призывают к этому. Потому что чеченские власти создают, выдумывают некие традиции, то, что они называют традицией. Например, традиция, что нужно убивать геев, нужно убивать своих дочерей, сыновей только потому, что они не соответствуют каким-то стандартам. Естественно, что это не традиция. Да, в Чечне очень сильны семейные родовые традиции. Там люди знают своих родственников до седьмого колена, и троюродные, и двоюродные, и так далее. Братья – это все равно братья и сестры. Но семейственность не предполагает уничтожение членов своих семей. И даже если и существовало когда-то, и сегодня возрожден обычай кровной мести, обычай убийств чести, это не значит, что мы должны это приветствовать. Это значит, что этим можно оправдывать убийства и пытки людей. У нас должно быть общее представление о том, что есть некий предел допустимого, предел действия любой традиции, предел права человека. И если Чеченская Республика является частью России, а Россия является частью Совета Европы, это значит, что мы все признаем, что права человека – это предел, за который никто не может заходить. Это тот предел, который никто не может нарушать, и любые нарушения прав человека не могут оправдываться ничем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова